здравствуйте в своем последнем видео о приобретениях на алиэкспресс я рассказывал вот об этом зарядном устройстве и вот о таких аккумуляторах которые я приобрел приобреталась это для вот этих батарейных видеокамер которые вот наконец пришли и сегодня значит поговорим о них рассмотрим распакуем я уже испытал одну камеру и расскажу что и как начнем с распаковки вот такой вот картон из написано smart айпи камера батарей на батарейках так стопроцентно независимо от сети тревога по движению видно не знаю свет так можно с нескольких устройств управлять также двойное аудио и full hd но такая коробочка есть наклейка правда тут ничего такого не написано только написано название приложения и си клауд так сама коробка сделана из жесткого такого материала хорошего качественного открываем сверху инструкция на английском языке и вот в такой вот пластиковый как назвать контейнер упаковано сначала вынимаем подножку значит подножка сразу скажу что это магнитная вот можно и и действительно какой комплект сейчас объясню что зачем то есть ее можно ставить просто на какую-то поверхность здесь вот сделал особо не скользила ее можно приклеивать вот в комплекте здесь дано двухсторонний скотч вот сюда который вставляется и куда-то она приклеивается либо можно вот такую металлическую пластину куда-то вы прикрутили и видите на магните держаться крепко так сама камера так вот пакетики еще открываем вот так она выглядит закрыть датчик движения пленочкой защитный и объектив тоже вот под пленочкой защитный все это мы снимаем так что вот это за хвостик я даже сам не знаю что он держит и так ножка крепится очень просто здесь резьбе накручиваем контрагаем контрагаем сделано можно повернуть если хотите надписи так вот на стенку на таком положении иначе будет вешаться вот можно ее также повесить вверх ногами для этого в приложении там можно переключить чтобы картинка была как положено значит это у нас микрофон а вот микрофон это динамик для двухсторонних переговоров приобреталась но эта камера для того чтобы ее установить в определенном объекте и через какое-то время приехать значит заменить аккумуляторы и оставить ее продолжать работать но по факту оказалось все не так просто значит она позиционируется как класс защита ip65 то есть уличная камера которую не принимает не проникает влага и поэтому добраться до аккумуляторов здесь не очень просто ну во первых вот здесь вот винтик который нам надо открутить маленький отверточка в комплект не не полагается так и вот здесь вот уплотнение но самоклеящиеся всего надо оторвать и вы понимаете что если так сделать несколько раз то конечно она перестанет клеится вот отрываем и что мы видим я одну камеру уже подключал поэтому я знаю я долго пытался понять как это сделать вот теперь она вот так открывается достаточно с таким усилием как-то даже боязно сломать знаете ли сейчас ну давай открывайся поэтому как вы понимаете приехав куда-то на объект вот просто так аккумуляторы поменять наверное не получится ну вот наконец мы открыли вот они два аккумулятора просто вынимается тут все ничего особенного так значит вот эти аккумуляторы я покупал вот именно для того чтобы приехать заряженными заменить и значит пусть чтобы дальше работали ну как вы видите сначала открыть это достаточно проблема и потом выяснилось китайцы в описании толком ничего не пишут эти здесь на аккумуляторе у них на одном выступает а здесь провалено то есть их просто так тоже не поставишь вот эти желтенькие зелененькие какие там салатники то есть надо что-то сюда либо под к подкладывать либо напаивать тогда можно установить то есть тоже проблемка я когда заказывал долго пытался понять какие же здесь аккумуляторы стоят и подойдут ли эти эти выбрал вроде как по качеству получше но выясняется что надо немножко доработать напильником как у нас говорят о оси еще вопрос есть значит к продавцам позиционируется ip65 но здесь вот по кругу нет никаких уплотнителей то есть просто вот эта крышка защелкивается и все вот уплотнитель наклеивается только снизу больше больше нигде ничего нету вот это мы обратно закрыли как вы понимаете что если каждый раз если это установлено в квартире там или в помещении где нет дождя это можно выкинуть ничего страшного не будет все будет работать на улице возможно попадание конечно какой-то влаги и вопрос к этому шву насколько он герметичен размер но вот видите да вот вот размер камеры что касается емкости батареи насколько их может хватить значит вот этого камеру я уже тестирую где-то месяц в разных режимах значит что получается если она в режиме вас ожидания и не включена тревога на движение там на определение лица ну и прочее любые тревоги то пока вы не зайдете в приложение со смартфона она ну как бы выключена спящая и поэтому в таком режиме за сутки но в расход энергии менее 1 процента в приложении на экране это будет все видно я дальше покажу вот если вот я пробовал включать ее в режим тревоги во все тревоги если в течение дня в течение суток так скажем мимо нее там раз 20 прошли значит она зафиксировала эту тревогу соответственно прислала сообщение мне на смартфон и потом я вечером просмотрел вот эти все тревожные видео которые она записала то где-то 3-4 процента в сутки вот в таком режиме если будут чаще тревоги там поминутные ну может быть там не знаю сколько это будет 10 мост процентов сутки разряда вот так и тут уже надо самим что касается инструкции как я уже говорил она на английском языке вот она такая общая на разные виды камер которые эта компания продает единственное что отсюда можно понять не очень понятно как тут и что можно ее заряжать с обычного зарядного устройства ну скажем вот с такого да тоже это литокала как-то зарядное на по моему 1 ампер да тут пишут они да на 1 ампер и вот в комплекте идет вот этот шнурок просто заряжаете даже во время работы камеры неважно то есть вы в принципе можно чтобы она работала подключенная к сети все время ничего все так и будет работать вот разъем для зарядки находится вот под этой заглушкой вот верхний разъем зарядки дальше под карту памяти слот и кнопка значит включение и сброс к заводским настройкам reset также для зарядки можно подключать солнечной батареи то есть это наверное кому-то будет удобно так зарядка значит вот от этого зарядного устройства длится до 100 процентов где-то два с половиной три часа примерно плюс-минус там при этом вот это зарядное устройство ну в начальном во всяком случае этапе пока сильно разряжен аккумулятор она очень нагревается градусов 40 45 минут рукой ощутимо горячо теперь для работы камеры нам нужно либо вот из этой инструкции скачать qr-код приложения и си клауд вот так она выглядит на смартфоне вот это вот видно тут и си клауд у меня она уже скачана я скачивать не буду проблемы здесь нету скачиваете регистрируете аккаунт и заходите в приложение вот будет ну у вас вот этой картинки не будет у меня уже одна камера зарегистрирована просто у вас будет плюсик вот у меня она видите я зашел приложение камера вот это активировалось вот горит зеленый огонек вот здесь вот зеленый светодиод значит она активировалась написано онлайн я нажимаю могу просмотреть онлайн вот сейчас я сам себя вижу либо вот даже на улицу через стекло вот три мегапикселя фокус 36 видно что края немного закругленные когда далеко объект так можно экран повернуть вот здесь вот видите указано вот здесь вот указано сколько процентов заряда осталось 84 процента в данном случае но закругление есть видно так вот здесь вот нажимаем видите тут открывается такое менюшка тревожный толчок это трудно сказать что такое что такое топинг устройство я тоже не понял редактировать здесь мы можем поменять имя устройства значит имя пользователя пароль запаролить можем так что тут у нас еще ну удаление скриншот запись это картинки и вот настройки идентификатор устройства это его заводской тип устройства battery ip камера версия устройства значит количество электричества также это остаток заряда здесь показывает сигнал сильный от роутера или нет так включить запись звука индикатор устройства что такое индикатор устройства я тоже не понял но все время включен талак голосовая подсказка устройство с голосовой подсказкой после запуска на на это английский язык понятно это выбор языка то есть перевод конечно кривой интеллектуальное обнаружение тоже на то есть у них не да у них на почему то включена значит гуманоидное обнаружение это человек тревога обнаружения лица чувствительность можно поменять высоко значит интеллектуальная запись обнаружение то есть автоматически он записывает если произошла тревога можно отключить также трек вода 20 секунд задан можно поменять вот тут 10-30 секунд так отправлять уведомления то есть он можно включить приходит сообщение вам на смартфон так гуманоидный маркер на это значит включена от это у них выключена знак на лице то есть тоже определение лица это но рамочка такая появляется то же самое гуманоидный маркер так сигнал будильника это значит включение сигнала тревоги значит включаем сигнал будильника теперь возвращаемся назад сохранить если мы меняем настройки это надо сохранить по движению вот он сработал теперь мы это опять выключим да где что потерялся настройках то включение не гадал самая минута вот интеллектуальное обнаружение сигнал будильника отключаем и опять надо сразу подтвердить теперь он больше не будет сигнале так что у нас здесь дальше интеллектуальное обнаружение управление энергопотреблением тоже разные режимы лучшее видео режим постоянной мощности режим энергосбережения ну это я не проверял так сценарий используя в помещении на улице обновление прошивки какая-то . стоит проверить если новое мы сейчас не будем проверять устройство хранения это значит вставленная карта памяти у меня здесь она вставлена сейчас посмотрим ну вот бывает да он подтупливает и ничего не пишет но в принципе он там вообще ничего не пишет он пишет осталось сколько сколько процентов свободно памяти мы даже не знаем какая там карта стоит почему-то так у них сделано так ну настройка времени это понятно можно синхронизировать со смартфоном можно выставить часовой пояс расширенные настройки и версия видео экрана это то о чем я говорил можно перевернуть вверх ногами силос к потолку крепится настройки видео изображения тут вообще ничего нету автоматическое и белый свет ночное время а то есть это имеется ввиду что либо мы на ик диодах только ночью будем смотреть либо мы будем только при свете днем автоматически он автоматически переключается на ночное видение так так настройка зона конфиденциальности так новая область вот он нам рисует и мы тут можем ее раздвигать можем цвет этой области менять ну кому видимо как нравится какой цвет собой виднее было вот мы можем двигать туда сюда все сохранили один ключ ясно можно ли очистить все текущие зоны удалять новый перевод кривой поэтому тут надо иногда немножко догадываться ну и так же вот есть кнопка настроить пароль и имя пользователя можно задать и пароль какой вы хотите чтобы никто другой кроме вас не зашел так ну что ж теперь новую камеру подключим к этому приложению ну как я уже говорил да приложение скачивали qr-код из инструкции либо google play и appstore набираем название так теперь чтобы добавить нажимаем плюсик вот он нам предлагает отсканировать qr-код нового устройства только нам надо его сначала включить для этого мы нажимаем на 2 на 2 секунды вот эту кнопочку включился издал звук вот заморгал красный индикатор теперь сначала перезагружаем устройство кнопкой резод держим 10 секунд после этого скачиваем qr-код и вот определился так добавить добавляем вообще они в инструкции пишут что надо чтобы камеры и смартфон были как можно ближе к роутеру потому что изначально мы добавляем в локальной сети потом уже можем пользоваться через интернет так но я пойду поднесу к роутеру поближе так вот здесь есть еще другие способы добавления вот видим аккумуляторная камера вот индикатор устройства мигает да он нам показывает теперь мы должны нажать кнопку сброса и перезагрузить устройство так вот он говорит что что-то все хорошо нажимаем на эту кнопку так здесь делаем удаленный просмотр можно напрямую связать смартфон с ним но нам это не надо нам нужно удаленный просмотр нажимаем вот все пожалуйста здесь значит сеть наша название локальная сеть пароль следующий шаг нажимаем вот генерировал qr-код который мы должны показать камере вот она его считала говорит что все хорошо дальше слушайте с подсказку голоса индикатор не мигает но все равно меня да вот все индикатор паркова перестал мигать он сказал что все хорошо нажимаем следующую кнопочку вот идет соединение все теперь значит мы устанавливаем имя устройства вот здесь есть подсказки там гостиная спальная комната кабинет и так далее мы набираем ну я не знаю что там балкон напишем балкон установить пароль не обязательно тут написано что может быть пустым нам пароль не нужен добавить список устройств все добавилось вторая камера значит она автоматически сразу включена сигнализация на все просматриваем так вот смотрим видите да работает практически без задержки здесь эфирного интернета нет здесь у меня установлена антенна роутер то есть мы в локальной сети только работаем но я проверял можете поверить через интернет все нормально работает при том что даже я пробовал вот на такую мобильный роутер также регистрирую в этой сети вай фай это заработает то есть можно все достаточно мобильно сделал на темноте светятся 2 и к диода включаем свет все они отключились это функция ночного видения еще раз выключаем и включаем здесь у нас воспроизведение посмотрим что мы увидим на экране далеко до роутера вот видим в темноте по моему неплохая картинка свет включим картинка переключилась цветную все хорошо работает также пока мы переходили со второго этажа сюда в котельную эти 15 сообщений о тревоге потому что как я говорил по умолчанию тревога сразу включена нажимаем для просмотра открывается список здесь мы можем выбрать тип тревоги давайте определение лица вот есть у нее есть несколько смотрите например вот это вот она определила лицо посмотреть а сейчас она нам ничего не покажет не вставлена карта памяти да только фотки нам прислала в другой камере стоит карта здесь карта не стоит она будет можно будет увидеть только фотки ну фотки мы видим то есть можно использовать и без карты памяти но это единственное что вы это тревожное видео вы не просмотрите один новые магниты которые здесь в основании очень сильные видите достаточно боком удобно что можно установить на любую металлическую поверхность вот допустим вот так раз все готово камера установлена направили только куда вам нужно в какую сторону выше ниже дам пожалуйста хоть хоть вертикально она будет сообщение о тревоге посмотрим вот здесь много и они подписаны тревога обнаружение лица обнаружение гуманоида лица лица вот мы зато мы можем выбрать какой нам надо тип тревоги здесь нажимаем вот все типы значит он покажет все ну что он делает по умолчанию вот определение движения и что там покажет нам обнаружение гуманоида то есть здесь только где он человека распознал он показывает так обнаружение лица также где он увидел лицо верной звонок не знаю и кстати как облачное хранилище как дополнение можно подключиться так 10 можно интервал времени выбрать когда вам нужно просмотреть тревогу и также вот сегодня понедельник воскресенье то есть какой день все это настраивается так здесь просмотреть я камеру трогал крутил она определила как движение вот видите или просто вертел крутил также вот если мы нажимаем полное видео появляется временная шкала по которой можно выбрать но сегодня больше тревог не было но можно найти во первых выбрать дату вот здесь вот выбрать дату время и также можно здесь расширить на третьем другую дату вот я переключил другой и вот он показывает вот можно расширить эту временную шкалу этой кнопочкой тогда вот удобнее вам в нужное время можно включить так вот здесь можно переключить sd или hd вот hd мы переключаем вот видите более четкая картинка стала даже через стекло и и можно приближать ее сейчас повернется давай поворачивайся вот видите здесь даже насколько то сейчас 3 до 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 8 раз конечно все в пиксели рассыпается но вот электронное увеличение до восьми раз можно например на улице вот так закрепить тоже на любой железки повернуть как и куда вам нужно она будет держаться сейчас посмотрим картинку на улице не через окно так переводим в hd все переключился на большой экран ну вот если эта камера передаст в принципе картинка очень даже неплохая можем расширить приблизить то есть вот посмотрим тут вот камушки можно рассмотреть да конечно рассыпается на на пиксели но здесь довольно большое расстояние это метров 30 от дома а так картинка четко вводя итог что можно сказать эта камера годится если вам нужно на каком-то объекте не постоянную вести запись чисто фрагментарную либо по тревоге либо когда вы вошли в приложение камера включается вы видите что творится у вас на объекте кто хочет постоянную запись вести она не годится можно конечно но для этого надо чтобы в кого постоянно был включено приложение ваше и вы у себя в приложении нажимаете запись и у вас будет идти на смартфон постоянная запись ну это трафик постоянный постоянно включенный смартфон наверное это никому не нужно а так пришли куда-то приехали зарядили аккумуляторы либо поменяли ну поменять немножко проблемнее но тем не менее можно все оставили и ушли значит повторюсь в режиме ожидания когда у вас просмотр только с включенным приложением расход энергии примерно один процент в сутки плюс минус там чуть-чуть туда-сюда как как просматривать будете вот если у вас тревоги то конечно за все зависимости от количества тревог какие тревоги у вас настроены все или выборочно сколько вы будете просматривать эти тревоги если у вас sd карта запишется ли туда в общем много факторов это надо экспериментально проверять в моем случае я проверял где-то примерно 20 срабатываний тревоги вечером просмотр выборочной за сутки где-то 3-4 процента энергии расходовалась ну на этом я с вами прощаюсь всем пока так сейчас мы попробуем поговорить с человеком который находится в другом месте нажимаем вызов можно начинать разговор ты меня ты меня слышишь ну достаточно хороший звук у тебя звук нормальный хорошо слышно ну вот видите значит человек находится от камеры на расстоянии четыре с половиной метра только перед этим надо зайти тогда сейчас звук отключу перед этим надо зайти в настройки так здесь надо найти ну так кривой перевод объем устройства заходе вот видим объем записи устройства это чувствительность микрофона говоря по-русски и громкость на котором устройство воспроизводит звук это значит громкость динамика здесь мы делаем на максимум выходим обратно нажимаем сохранить обязательно тогда у нас все нормально так ну еще раз проверим ну все мы успешно завершили сеанс без заикания звук все хорошо окей все окей все